Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, и между занятиями я выбрал время для того, чтобы пообщаться с вами, моими подписчиками, зрителями, и показать вам одно очень полезное, на мой взгляд, упражнение, хоть оно и не продолжительное, и это упражнение направлено на развитие мелкой моторики пальцев правой руки. Я заметил такую тенденцию, что, как правило, особенно на начальном этапе обучения, многие гитаристы уделяют большую часть своего времени, репетиций, каким-то крупномасштабным аккордам, септаккордам, арпеджио и другим пассажем, а мелким деталям, мелким нюансам, как правило, уделяют меньшую часть своего внимания или вовсе их игнорируют, что, разумеется, сказывается на качестве их игры. Мы сейчас вам этот пробел будем восполнять, и я вам покажу это упражнение, которое поможет вам качественно улучшить игру правой рукой на гитаре. Для того, чтобы не усложнять задачу, мы в левой руке поставим просто аккорд Е и М ми минор, и не будем ничего здесь менять. А правой рукой мы будем исполнять следующее упражнение. Я сейчас наиграю в медленном темпе, и потом немножко можно будет скорость увеличить. Кстати, для того, чтобы вы себя чувствовали увереннее под этим видео, по ссылочке я оставлю ноты и табулатуру на это упражнение. Итак, упражнение звучит следующим образом. Я сейчас наиграю и расскажу, на что обратить внимание. Когда вы уже поиграли его и чувствуете, что достаточно уверенно защипываете струны, можно скорость прибавить. На что следует обратить внимание? Это упражнение мы играем поочередно тремя пальцами, большим, указательным и средним. П и М. И защипываем мы соседние струны. Если вы привыкли играть какие-либо арпеджио, защипывая вначале басовую струну, скажем, шестую, то потом третью, вторую и первую, например, да, как правило, арпеджио каким-либо таким образом играется, то здесь нам нужно подтянуть пальцы и М к большому пальцу. Друзья, там сзади меня местные жители строят бунгало и периодически могут раздаваться стуки молотка или звучание каких-либо строительных инструментов. Надеюсь, это не будет отвлекать нас от сути этого занятия. Итак, сосредотачиваемся. Играем следующим образом. Защипываем шестую струну, пятую и четвертую, последовательно пальцами П и М. Потом немножечко спускаемся вниз, играем пятую, четвертую, третью, четвертую, третью, вторую, третью, вторую, первую. Именно в такой последовательности. Это первый момент. Второй момент. Когда вы играете это упражнение, обратите внимание на то, что, во-первых, оно записано триолями, нам нужно выделять первую восьмушку каждой триоли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующий, третий нюанс. Когда вы исполняете это упражнение, старайтесь, чтобы пальцы у вас играли максимально компактно. Не нужно делать размашистых движений. Вы тратите свое время, свои ресурсы, свои силы на то, чтобы защипывать, если размашистые играете, струны. Играем как можно более компактно, рядышком пальцы держим. Вот. И последний момент, на который вам следует обратить внимание, играйте все равномерно. Не нужно затягивать, например, первую ноточку, а потом вторую, третью играть коротко. Не таким образом играем, или вторую затягиваем короткую, а третью и первую коротко играем. Играем все ровненько. То есть, каждая ноточка, она должна быть равнозначной по длительности предыдущей и последующей. Вот та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Таким образом. И еще последний нюанс. После того, как вы прыгаете с третьей струны на шестую струну, вот мы же как играем, вот 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3. Вот этот вот прыжок, он должен быть настолько аккуратным и быстрым, чтобы создавалось впечатление, что вы защипываете соседние струны. Не нужно после последнего обыгрывания триоли затягивать и потом прыгать только на шестую струну, снова как бы идя по кругу. Ну, вы по ноточкам разберетесь. Нужно играть 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. После того, как вы позанимались таким образом, можно играть этот вариант упражнений несколько в другом порядке. Начинать с первой струны и играть в следующей последовательности. Палец М и П. То есть мы играем. Вот в такой вот последовательности. Значит, по первый палец М, по второй И, по третий П. И дальше вторая, третья, четвертая, третья, четвертая, пятая, четвертая, пятая, шестая. И снова первая пальцем М. Вот я надеюсь, что это упражнение поможет вам развить ощущение струн или улучшить это ощущение во время игры на гитаре и четко ориентироваться и в плане темпа, в плане ритма и развить вот это ощущение близкого присутствия струн друг к другу. Я думаю, что суть вы поняли. Если это упражнение показалось вам полезным, обязательно ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и обязательно делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. На этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok